Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Поговорим сегодня о революции. Мы очень много говорим о революции в этой программе, но сегодня мы будем говорить не о болотной революции, а о сексуальной. И, вы знаете, недавно я подумал о том, что, собственно, Россия является одной из родин, если чуть ли не основной родины сексуальной революции, почти сто лет назад. Вообще, термин «сам сексуальная революция», насколько я понимаю, его изобрел немецкий психолог Вильгельм Райх, книга 1934 года, написал. И в этой книге он обильно цитирует переписку Ленина с Троцким. В 1911-1913 годах они друг другу пишут, и, в общем-то, они говорят о тех вещах, которые мы сегодня обсуждаем. Ленин говорит, что надо снять все запреты, касающиеся сексуальности, есть чему поучиться у суфражисток, должен быть снять запрет на однополую любовь и так далее. И, в общем-то, вся эта сексуальная революция была, пускай очень коротко и быстро, но реализована в России после 1917 года, в начале 20-х годов со всеми этими комсомольскими коммунами, с пламенной революционеркой Александрой Калантай, с ее теорией стакана воды, ее статьями о крылатом эросе и так далее. Но, хочу я сказать, естественно, тогда это все было свернуто, пришел сталинизм со своим запретом абортов, с культом семьи, со своего рода биополитикой. И вот даже сейчас, сто лет спустя, после того, как у нас уже закончился Советский Союз, с которым, как известно, секса не было, сто лет спустя, после вот этих писем Ленина и Троцкого, я хочу спросить наших гостей, вас, наши дорогие слушатели себя самого, а, собственно, была ли у нас сексуальная революция? И, вы знаете, вот меня здесь очень привлекли статьи Арины Холиной, которая пишет, ведет колонку по этой тематике в журнале СНОП. И, в частности, она вот недавно как раз писала об этом, что отношения, в общем-то, они достаточно рыночные. Девушка являет из себя, выходя на рынок знакомств, она заинтересована в том, чтобы найти мужа, найти некого инвестора, себя самого. И вот сегодня Арина у нас в гостях. Добрый вечер. Привет. Арина. Также у нас в гостях Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте. И уже не первый раз к нам приходящий в гости Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Добрый вечер. Ну вот. Кстати, вот скажите, смотрите, я назвал сначала Арину, затем Любовь, и только третьим назвал джентльмена Алексея. Это сексизм или вежливость? То, что я так сделал. Ну, вы начали с моей колонки, поэтому вполне разумно, а дальше мы по очереди сидим просто... Подряд. Подряд, да. Справа-справа налево. Ушли от ответа. Но все равно есть некое, так сказать, я не знаю, приветствовать... Вы можете ответить на этот вопрос, потому что вы же так назвали. Приветствовать, приветствовать... Ну вот я не знаю, я пытаюсь объяснить свое. Алексей, как вы считаете? Вот то, что вот в мелких ритуалах нашей жизни вот это вот прописано. То, что женщины мы оказываем другие знаки внимания, нежели мужчине. Ну, мы вообще не потеряли различий между гендерами. И это различие, на которое опирается столь многое в нашей культуре, что, в общем, расстаться с ним мы сможем не скоро. Вот сексизмом ли является вот это вот использование этих различий, это вопрос, который возник сравнительно недавно. сравнительно недавно эти вещи стали под вопрос. Причем их под вопрос их поставили не здесь. Это не сексуальная революция. Это как раз следы сексуальной контрреволюции, которая в Америке тоже успела пройти. Ну, а к нам доносится, мы, в общем, пользуемся, так сказать, если уж ссылаться на того же Ленина, то Россия всегда на нашего шляпки выброшенной Европой. Вы знаете, кстати, вот то, что вы указали насчет того, что мы видим разницу между мужчинами и женщинами, это, конечно, понятно, что действительно видим. Но есть уже такой термин, как гендерная слепота. Да, это как раз касается, в общем, молодого поколения, когда для них, ну, не для всех, естественно, подряд, но для какого-то количества людей, нет разницы, кого выбирать в партнера, мужчину или женщину. Это даже не бисексуальность, это вот именно эта гендерная слепота, потому что считается, что ты выбираешь себе человека, а не тело, да, не определенные органы. Ну, подождите, Арина, вот читая ваши колонки, скажем, я этого не вижу, вот описывая типичную ситуацию в московском клубе, да, знакомиться. Это не типичные, это особенные клубы, это специально. Я не описала то, что все люди в Москве и в России живут именно так. Я написала о некой крайности и о некой группе все же. Ну, все-таки она, мне кажется, достаточно типичная. Ну, с тем или иным процентом, но... Ну, огрубляя, очень огрубляя, что мужчина приходит в клуб в поисках, так скажем, легких встреч, в поисках секса. Ну, не книжки читать определенные. Не книжки читать. Девушка, если она приходит с какими-то целями в этот клуб, то, в принципе, ее долгосрочная стратегия в том, чтобы найти какого, ну, грубо говоря, мужа. Это остается? Ну, я думаю, что это остается как раз, да, это остается везде именно, потому что годами, десятилетиями, столетиями девушку учили, что если ты идешь искать сексу, ты немножко шлюха. И это все-таки остается в генетической памяти, ну, я не знаю, не доктор, я не знаю, в какой именно памяти, но где-то, в общем, остается в сознании. И, конечно, работает. Это, вот эта модель, она действительно так остается, то, что, так сказать, выходя вот в чистом вот сферический конь в вакууме, да, мужчина знакомится с женщиной. Мужчина ищет все-таки не жену, а изначально ищет некое, так сказать, быстрого знакомства секса. Да, да, женщина в любом случае имеет в виду некую долгосрочную перспективу. Можно я расскажу про исследование, которое я проводила некоторое время назад. Да, Любовь. Я проводила такое качественное исследование, то есть это была, с одной стороны, анкета, но там были одни открытые вопросы про любовь секс-партнерства среди молодежи московской, студенческой. И здесь нужно вот что иметь в виду, что огромную роль играет возраст. Сейчас, когда в брак вступают позже, чем это было 15-20 лет назад, есть довольно большой, длительный, достаточно период, когда молодые люди уже занимаются сексом, но не рассматривают его еще как, ну, обязательно ведущий, так сказать, к институализации, к браку, да. И вот здесь очень любопытные вещи выяснились. Прежде всего то, что здесь, вот в этом возрасте, это достаточно образованная молодежь, в этих возрастах, пока они действительно еще не собираются вступать в брак и рожать детей, они ориентированы на партнерские отношения в том смысле, что отношения двух равных людей. И здесь вопрос, значит, спонсорства, вопрос там будущего, через 20 лет цвет платья и так далее не стоит, но при этом вот те нормы взаимодействия, как взаимодействия просто, так сказать, бытовом, так и сексуальном, это нормы, в общем, по такому женскому типу. То есть это партнерство, это отношения, скажем так, основанные не на доминировании, а основанные на, значит, вот эмпатии, на, значит, ну, ласки, нервности. То, о чем вы говорите, это, собственно, все черты вот этой сексуальной революции, гендерного равенства, то, что выходит два равноправных партнера на отношения. И что меня особенно удивило, это то, что и мальчики, и юноши, и девушки, ну, их очень похожи ответы в том смысле, например, что в сексе надо думать о партнере. Арина, это то, что вот вы говорите, вот эта вот гендерная нейтральность при отношениях, вот этот новый тип? Нет, вы меня не поняли. Гендерная нейтральность, это когда человеку все равно с кем заниматься сексом или с кем вступать в отношения, с мальчиком или с девочкой, ну, допустим, для девочек. А, это уже в этом смысле, да. Потому что человек видит личность, да, это другое, конечно. Нет, здесь ничего похожего нет, но там другое. Нет, возможно, есть, но просто, видимо, не об этом шла речь. Да, нет, но у них, конечно, такого нет, как массовое явление, но там другое, любопытно, что они, в принципе, за моногамию, но последовательно. Понятно, понятно. То есть некие жизненные, нету большого мегапроекта, как некие мужчины, а последовательность некоторых, так сказать, отношений, переходящих от одного к другому. Да, но при этом вполне дружественные отношения, но они не предполагают, что там через 30 лет или через 50 они будут лежать в одной постели по-прежнему. Да, Алексей. Я бы хотел добавить, что вот параллельно с таким вот отношением и с тем, о котором вот говорилось, там, где есть какие-то ожидания выстроенные, там, в том числе брачного характера и так далее, есть еще, ну, вот такая идея свободного секса или секса, как спорта, там, который вот совершенно без обязательств. Без обязательств и, ну, он имеет вот многие признаки именно спорта. Мне пришлось с этим столкнуться, когда мы проводили исследования в отношении к презервативам и, в частности, каким образом они должны быть упакованы. Какое количество штук упакованы? Да-да-да. И что, и что появилось? Это вот, значит, ну, так сказать, и различают молодые люди, с которыми мы говорили, и очень молодые люди в том числе, различают, значит, ситуации, вот есть, так сказать, обычные времена, и для них приобретаются презервативы там, где в упаковке три штуки. А вот потом, значит, ну, такой праздник, и тогда, значит, он говорит, это как пулеметная лента. Вот. Изготовительным презервативам, которые следили за нашей беседой, нам очень понравилось. Вот. И вот там, ну, кто хочет, может называть это оргиями, но вот там этих ожиданий по отношению друг к другу не предъявляется, и там, может быть, иногда это может быть и групповой секс, еще как-то, ну, вот там тогда невозможны вот все вот эти вещи, ни эмпатия, ни что-то, но зато там ценится, и люди друг к другу ценят вот способность быть свободными. Способность, да. Там и где? Вот в таких ситуациях. В таких ситуациях использование презервативов как пулеметной ленты. Да. Вот. Вот, но это так, это как бы эпизодические вещи. Ну, понятно. Ну, да, я думаю, все-таки речь не идет о какой-то, так сказать, доминирующей модели сексуального поведения. Нет, 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 нет. Оно вот, это так, ну, можно еще сказать, вот даже в очень добропорядочных, так сказать, личностях, да, бывает идея, так сказать, что вот этой сексуальной свободы, ну, например, и это довольно давняя вещь, да, вот отпуск, отдых, да, советские условия, дом отдыха, да, турбаза и так далее, да, это место, где отключены вот все эти вещи. Разбиваются сердца. Вещи, да. Нет, там сердца не разбиваются. Ну, я пошутила. Да, именно потому что там не разбиваются сердца. Да, потому что там сердца не участвуют, вот, и там не заключаются браки. Ну, да, курортный роман, как некое такое пространство трансгрессии. Вы говорите о романе, а я говорю... Даже не роман, а отношения, отношения, курортные отношения, да. Это, ну, вот радио не позволяет употребить адекватные термины, да, что это такое, да. Вот, нет, это... Ну, да. Русский язык это называет очень, так сказать... Меня еще вот что порадовало и удивило, когда я спрашивала студентов, такой провокационный вопрос о том, а когда стыдно и с кем стыдно заниматься сексом? Вот это на самом деле идея стыда, это главное, скажем так, значит, ну, отличие, скажем, от сексуальной революции, когда ты свободен, да, тебе принадлежит твое тело от ее отсутствия. И выяснилось, что, в общем, они долго чешут затылки, и такие ситуации не приходят в голову, а потом приходят. И это всегда внешний контроль. Это, значит, или мама придет и застанет, или вот мне, наверное, будет стыдно, если я, значит, вот там займусь сексом с девушкой своего друга, а он придет. Ну да, третья секс. Но при этом, то есть кто-то, какой-то свидетель, вот это может быть все остальное. Внутри уже нет вот этих ограничений. И при этом, когда я их спрашивала, что важнее, любовь или секс, там они задумывались, а вот когда тоже провокационный вопрос, а что выше, любовь и секс, вот тут все абсолютно отвечали, что любовь, конечно, выше. И вот тут мы в Россию. Да, и тут мы возвращаемся в Россию, но, как писали некоторые юноши, ну, сексом заниматься все равно. Все равно надо. По поводу вот этого мнения. Ну, нам сейчас, мы сейчас, давайте вот на этой, на этой, так сказать, прекрасной ноте остановимся, небольшая пауза, что все-таки люди признают, что любовь выше секса. И продолжим наши дискуссии после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Продолжаем наш разговор в формате 16+, потому что говорим мы сегодня о сексе. Секс или секс, не знаю, мне привычнее еще к такой старой фонетике говорить. Говорим мы о том, в какой степени у нас укоренилась сексуальная революция, какие модели сексуального поведения используют молодые люди. И, в частности, насколько у нас девушка, вступая в отношения, ищет от них какой-то материальной выгоды. Вы знаете, вот такой вот вопрос очень интересный. Я хочу всем вам задать, нашим слушателям, который меня, человека, достаточно долго прожившего на Западе, но все равно в душе русского и живущего сейчас в России, меня он всегда очень интересует. Кто платит в ресторане? Да, вот есть понятие на Западе, это удача, разделите счет поровну. Причем, понимаете, у нас же очень часто по умолчанию платят мужчины, независимо от того, приведет ли этот ужин, эта встреча в дальнейшем к каким-то интимным отношениям. Как бы по умолчанию ты платишь, потому что ты мужчина. Ну, за исключением там ситуации, когда бизнес-ланч, там пошли коллеги и так далее. Но, как правило, мужчина все равно имеется в виду, первый вытащит деньги, кредитку и так далее. Вот, я хочу нашим слушателям задать вопрос. Как вы считаете, нормально ли это, что мужчина всегда платит за ужин, за обед, когда идет с женщиной? Или мы можем в этом отношении какие-то более западные модели поведения? Ну, так вот, я хочу к нашей... Да, телефон наш студийный 65 10 99 и 6. Так что вопрос такой у нас стоит, кто должен платить за ужин? Мужчина или должны платить как-то совместно? Ну вот, и я хочу как бы к роли женщины в отношениях. Коллеги мне говорят, что сейчас гораздо более свободный тип отношений. Но мне как кажется, что вот русская женщина, она по-прежнему себя позиционирует как-то как очень такой объект, не субъект, а объект именно сексуальных и вообще отношений с мужчиной. То есть она себя постоянно предлагает в качестве возможной инвестиции для мужчины, знакомства. То есть она ищет неких долгосрочных отношений и проверяет мужчину, в какой степени он может стать спонсором, инвестором. Ну вы знаете, вот мне недавно один знакомый рассказывал, что буквально три подряд, ну может быть там чем-то это было разбавлено, но вот три женщины, с тремя женщинами столкнулся, которые шли на свидание и немедленно говорили, что вот у меня, я была там замужем сто лет, все было так ужасно, и я все делаю и подобно. Ну в общем, вот так хлопотала, хлопотала, муж ничего не делал. И сейчас она решила, что все, так жить нельзя, я достойна другого. И дальше она прям практически выкатывает некий список, там от айпэда ребенку до каких-то еще своих нужд, и доверчиво смотрит на него, говорит, ну вот так вот мы с тобой будем дружить на таких условиях. Мой приятель англичанин рассказывал тоже, когда вот с ним иногда знакомятся девушки, ну причем-то в компании даже, то на каком-то уже первом свидании они так честно-честно говорят, что ты знаешь, все, ты мне очень нравишься, ты хороший парень, с тобой интересный, ты симпатичный, но только вот, ты знаешь, обо мне нужно заботиться. И дальше она тоже говорит список, снимать квартиру, платить за то, платить за это. Ну абсолютно без каких-либо экивоков, прямо. Наверное, это очень немножко странно. Это русская модель поведения. Ожидание того, что мужчина всегда будет платить. Протенц женщин, которые живут за счет мужчин, он есть везде. Да, но он действительно, например, в каких-то более прогрессивных, из гендерной, семинистской точки зрения странах, он, конечно, не... Это не массовое явление. Ну, надо сказать все-таки, что... В смысле женской эмансипации все-таки мы долгое время были впереди планеты всей. Это да. Все-таки сказать, что... Ну как это, простите, я прерву вас, потому что я хочу спорить по этому поводу. Ну можно я выскажусь, а потом мы поспорим. Давайте мы поспорим после этого, потому что это не так. Потому что, ну, может быть, это и не так, но просто не было еще в 60-е годы и в 70-е ни одной стороны, где была бы такая высокая доля работающих женщин, и где уровень женского образования был просто выше, чем мужского. И идея того, что там кто-то может... Ну, что один мужчина работает, а женщина, значит, так традиционалистски сидит и заботится о детях, в общем, она практически ушла из массового сознания, потому что она почти... 60-е годы? Конечно. Ну фильм-служебный роман, я не женщина, а коллега. Да, практически, да, но уже, в общем-то, унеядством оно относилось и к женщинам тоже. И уже в этот период действительно и уровень женского образования был просто выше, чем мужского, поэтому и этот процесс произошел ведь чрезвычайно быстро по историческим меркам. Потом ситуация усложнилась. То есть есть женщины с устремлениями, скажем, карьерными, есть довольно много традиционалисток с тех пор, по крайней мере, как появились слои населения, которые могут... Мужского населения, которые могут обеспечить семью. И вот сейчас, так судя по тому, по разным интернет-форумам семейным и прочим, женщины действительно, даже представители среднего класса, даже образованные, ну да, они очень, как бы это сказать, они очень, ну не то, чтобы требуют от мужчины список там того всего, но рассматривают мужа с точки зрения возможности его обеспечить семью, конечно. Я все-таки выскажусь, да, по поводу псевдоэматипации, которая была в СССР. Все, о чем вы говорите, это было абсолютнейшей фальшивкой. Да, действительно, здесь образование стало доступно всем, даже евреям, удивительный факт, и женщинам. Но при этом женщины шли вязать, после получения образования, шли куда-то что-то вязать, и по моей бабушке, например, по массе родителей своих знакомых, даже вот уже следующее поколение, я знаю, что устраивались на два дня, вот просто чтобы обойти эту статью о тунеядстве. Там куда-то два дня в библиотеке, еще в какой-нибудь институте на иностранных языков, потому что в обществе был такой уклад, что женщина, четкое распределение, женщина это домохозяйка. Я делала интервью на эту тему с Ириной Прохоровой, сестра Михаила Прохорова. Главный редактор из НЛО. И она говорила, что когда она работала в каком-то советском издании, она ходила бесконечно, держа на себе там, я уже не помню детали, там весь отдел, говорила, ну прибавьте мне зарплату, почему вот мужчина получает столько, а я получаю меньше. Говорила, а зачем? Ты прекрасно, у тебя хороший муж, вот к нему иди просить денег. И это абсолютно рядовое явление, это не сенсационное, оно обычное. Вы знаете, да, я, может быть, вот хочу вот здесь попытаться примирить позиции ваши, но не примирить, в том смысле, что, как в том анекдоте еврейской, мы вы правы, вы правы. В чем вообще вся магия, я считаю, русской женщины? Почему сюда едут к нам за невестами? Потому что она то, что называется, это best of both worlds, да, лучшая из обеих миров. С одной стороны, она вроде как должна быть образованной, желательно защититься, быть кандидатом наук, уметь поддержать разговор о Мандельштаме там или Вознесенском, смотря по ситуации. А иностранцы знают Мандельштам? Ну, нет, ну в нашей, в нашей, в нашей парадигме считается, что женщина образованная. Но при этом, придя домой из библиотеки Ленина, да, она должна была встать к плите, сварить борщ, зажарить котлеты и забрать ребенка из детского сада. То есть она выполняла все, что от нее требовала традиционная патриархальная модель, и в то же время она играла по сценариям эмансипированной женщины. И поэтому, так сказать, драки, так сказать, многостаношники, многостаношницы русской женщины и получились. Ну да, и постоянное обсуждение в прессе, значит, двойная нагрузка, и, значит, что мужчины должны помогать, и мужчины, значит, Сутки про 8 марта, да? Ну да, и тому подобное. Это все, конечно, было, но при этом все-таки зарплата в советское время регулировалась все-таки штатным расписанием. А если ты, там, старший научный сотрудник в институте первой категории, что мужчина, что женщина, ты получаешь 280 рублей, и все. А другое дело, что все женщины, большинство женщин работало просто в сферах, значит, культуры, там, образования и здравоохранения, где просто заходы были, зарплата гораздо ниже. Да, и в этих, да, и в этих сферах, ну, и до сих пор это, в общем, не житло, да, в этих сферах, это сфера преимущественно женского труда, при этом командные позиции там занимают мужчины. И в других местах тоже. С определенного уровня, да. И, в общем, вот в эти 60-е, скажем, годы, при том, я согласен, что ситуация была именно так, как ее любовь описывает, но общие суммарные доходы полученные, ну, или суммарные заработки женщин ниже и существенно ниже суммарных заработков мужчин. Да, и тут надо вот не забывать, что это был такой, так сказать, трюк. Именно мужчинам не доплачивали, чтобы женщины обязаны были приносить свою, так сказать, лепту. Да, это такова была просто народно-хозяйственная политика, потому что нужны были рабочие руки. Эти рабочие руки, значит, были вот добыты таким вот образом. Ну, так все-таки я пытаюсь понять, эмансипирована ли в результате русская женщина или нет? Можно? Вот я еще раз хочу этот вопрос нашим слушателям поставить. 65, 10, 99, 6. Как вы считаете, русская девушка, она эмансипирована или нет? Или, грубо говоря, должны мы за нее, вот мы, мужчины, да, у нас в основном больше мужская аудитория, платить в ресторане, когда идем, даже если не имеем видов на нее каких-то? Или не должны? 65, 10, 99, 6. Алексей. Можно я вот про ресторан ничего не скажу, а вот скажу про то, что у нас имеет место, я думаю, что не эмансипация, а совершенно другого рода, так сказать, явление, а именно вынужденное, вынужденное доминирование женщин в ряде ситуаций, в которых они, вообще говоря, доминировать, ну, так сказать, не собирались. Это, я бы назвал так, это, в общем, кризис мужской, мужской роли, и, ну, в известном смысле, маскулинизация роли женской, но вот пошедшая, в общем, ну, таким кособоким образом. Ну, а это очень интересная мысль. Да, и поэтому, поэтому там в некоторых случаях мужчина, там, платит он уж в ресторане или нет, но неизвестно, он и в ресторан-то ее не поведет, потому что он как бы ее слабее, вот, а женщина как бы сильнее, слово как бы здесь важно. Ну, мы об этом еще вернемся, вот очень интересную тему вы подняли, она меня тоже очень занимает, что очень часто у нас женщина выполняет роль сильного пола. У нас в нашей жизни женщинам всегда больше других надо, больше всех надо, да, кто в очереди, так сказать, замутит там, кто, я не знаю, там, пойдет в школу разбираться, не отец, а мать, если с ребенком что-то. А почему, подождите, а что вот вы говорите сейчас, почему в школу должен идти разбираться отец? Ну, в том уж, скажем, какая-то ситуация, которая требует командирского решения, традиционных мужской. Что, избиение зверского директора или какого решения? Да нет, я думаю... То есть, понимаете, вот смотрите, да, вы как бы сейчас, я понимаю, что может быть не специально, но уже вот в эту фразу заложили... Сексизм. Такой вообще хороший сексизм, да, что женщина не может разобраться, условно говоря, с оценками или плохим поведением. Далее, вот эта формулировка слабый, сильный пол, а это же тоже какой-то уже, мне кажется, даже неуместный штамп. Потому что мы как это оцениваем? По весу? Ну, по развитости там, мускулатуры бедра? Ну, смотрите, Арин, я сейчас объясню. Если есть какие-нибудь силовые ситуации, предположим, стоит очередь какая-нибудь на морозе, да, и... Где у нас стоит очередь на морозе? В Советском Союзе. Я говорю сейчас о советских ситуациях. В России, вы знаете, тоже может быть. Вот, и кто-то к этой роли очереди подруливает и пытается влезть в неочереди. И вот, предположим, мне кажется, что женщины, они возмутятся гораздо скорее, чем мужчины. Они гораздо более социально активны, гораздо более социально ангажированы, чем наши пассивные постсоветские российские мужчины. Вот, просто чисто статистически. Женщинам всегда больше надо, чем мужчинам. Мне кажется, что эта ситуация как раз другая, потому что она в очереди стоит для семьи. Она выполняет роль хранительницы этой семьи, ответственность свою. Она взяла ее всю на себя. И вот, кстати, пример со школы. Я по-другому, чем Марина поняла, вот в каком смысле, что почему не мама и папа, для меня это равнозначно, что может заниматься и отец, и мать. Но в нашей культуре предполагается, что, опять же, то, что касается семьи детей, прежде всего, это дело женское. И то есть это традиционалистские как раз вещи. Ну да, это патриархальные. Вы знаете, у нас сейчас, я хочу послушать то, что наши слушатели говорят, звонки, у нас уже много звонков на линии 65, 10, 99 и 6. Эмансипирована ли русская женщина? Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Что касается эмансипации женской, я хотел бы разделить по своему личному опыту на две части. Это что касается до брака и после брака, скажем так. Так. Что касается до брака, я встречал очень много женщин, которые, грубо говоря, избалованы. И избалованы, и очень пользуются именно тем, что тот же платит за ресторан, там, нужно покупать подарки и все остальное. Причем, причем, при этом никаким образом себя не обязывает. То есть да, вот я такая есть, вот так вот все делает. Просто считаю, что это избаловано. А что касается после брака, это уже, конечно, другая роль. Там, действительно, это считаю, что должно быть это все взаимно. Тоже с сильной мужской рукой. Но вот все-таки женщины, я считаю, не избалованы до брака. До брака. Ага, интересно. Вы знаете, да. Что с ними в браке случается? Получается, нет, но получается, что, значит, брак какая-то такая очень важная рубежная вещь, некая женщина выполняет некую миссию свою. И она себя ведет в отношениях с мужчиной определенным образом именно до брака в поисках этого самого брака. То есть она проверяет мужчин на кредитоспособность. Да, так сказать, предложишь мне там, не знаю, оплатить отпуск, чтобы мы поехали вместе, там, я не знаю, ну, какую-то машину купить, там, завалить сумками какими-то. И когда мужчина уже доказал то, что он может являться ответственным инвестором, после этого он получил приз, да, он инвестировал в эту женщину. И вот после этого, когда она уже проинвестирована, вот, она становится равноправным партнером, и, так сказать, и сама там встревает в очередях, идет в школу с ребенком разбираться. Это так? Ну, тут важная вещь вот какая. Ведь женщина, она знает, что когда она выйдет замуж, она родит ребенка, может быть, еще одного, еще, и она будет некоторое время не работать. И если, вот, ей важно, в общем, это, как бы, такая забота о будущей семье, сможет ли муж обеспечить в это время эту семью. Поэтому, если он уже на этом самом периоде ухаживания, когда эти отношения становятся серьезными, показывает, что он ничего не зарабатывает, то да, многие вполне к этому относятся, значит, вполне прагматично. Аня там. 65, 10, 99, 6. Эмансипирована ли русская девушка, или должны ли мужчины всегда платить за ужин? Антон на линии. Добрый день. Хотел бы немножко своего собственного опыта принести в обсуждение. Мне где-то 43 года, и я не могу представить себе, чтобы за ужин совместный платила женщина. Да, ну как бы вот у меня... То есть независимо от того, собираетесь ли вы с ней вступать в интимную связь? Просто любая женщина. Я считаю, что я мужчина, да, я должен заплатить. Вот это мой первый такой вещь, да? Второе, про школу. Я считаю, что и мужчина, и женщина должны разбираться с образованием, и тут нету кто-то, кто должен, либо мужчина, либо женщина. Вот. И тоже про эмансипацию сейчас получается так, что моя жена зарабатывает больше меня, а когда-то я зарабатывал больше ее. Но мы в браке, и у нас бюджет общий, меня это, ну, как бы не смущает. Вас это часто напрягает. Понятно, понятно. Ну нет, ну, спасибо. Спасибо. А я, кстати, сейчас, секунду, хотела важное замечание по поводу того, что Любовь сказала, что в Европе везде это настолько, это безумно заметно. Детские площадки, школы, кто забирает, там нет никакого преимущества у мужчин и женщин, да? Ты видишь, папа гуляет толпами с детьми. Это контраст огромный. Абсолютное партнерство, да. Но мы отстаем сильно. Ну да. 65, 10, 99, 6. Эмансипирована ли русская девушка, женщина, или должны ли мужчины всегда платить за обед или ужин? Ирина. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, женщины эмансипированы уже, потому что у них выбора не остается. Потому что, как правильно сказал кто-то из ведущих, на мой взгляд, сейчас есть кризис мужчин. В какой-то мере это качели, когда женщина становилась эмансипированной, мужчины расслабились. Сейчас мы столкнулись с тем, что многие не хотят работать и совершенно нормально относятся к тому, что женщины зарабатывают больше. Для меня эта ситуация вообще неприемлемая, мне кажется, это ненормальным. Поэтому женщина сейчас не хочет тратить время на вот этих слабых мужчин. Поэтому она сразу, входя в отношения, как правило, она ставит условия и проверяет, насколько мужчина вообще готов к этому или нет. Мне кажется... То есть проверка мужчины на платежеспособность, грубо говоря. Да. Понятно. Хорошо. Спасибо. Получается так странно, что у мужчины кроме платежеспособности нет никаких других функций. Ведь, как раз по поводу детей, мужчина может участвовать в делах, также сидеть с ребенком поровну. И, собственно говоря, не обязательно только больше зарабатывать, чтобы всех их обеспечить. Ну да. Ну нет. Вообще это действительно какая-то удивительная ситуация, что в основном, основным свойством мужчины является его платежеспособность. Какая-то вот... Нет. Что-то в этом... Не только. Далеко не сексуальная революция какая-то произошла у нас. Я напомню вам, вот в 90-е годы, когда в нашей... в нашем быте появились соответствующие предметы, то появилось и такое словцо, что, ну, хороший мужчина — это банкомат с вибратором. Так что тут две функции. Ну да. Да. Здесь... Но все равно это достаточно... Это женская пословица. Достаточно печальная. Мне кажется, такая очень-очень-очень русская и постсоветская пословица. Да, именно так. Я не могу представить ни в Америке, ни в Европе где-то, чтобы вот такая позиция. Ни такого банкомата, ни такого. Вот. Да, да. Александр у нас на линии. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Вы знаете, я тоже придерживаюсь мнения такого, что партнеры должны быть равноправными. Это нормально, когда иногда мужчины больше зарабатывают, иногда женщины. В этом ничего страшного. Если у людей нормальные отношения, то, мне кажется, современные пары и молодые к этому абсолютно спокойно относятся, если они только не из глубинки приехали. А что касается вот того, что женщины, например, больше зарабатывают, я очень часто сталкивался, что женщинам достаточно проще на сегодня устроиться на работу. Многие работодатели их берут более охотно из-за того, что они тщательно подходят к делу и так далее. Поэтому мужчинам сейчас намного сложнее стало устроиться на работу, например. Понятно. Поэтому зачастую больше зарабатывают. Спасибо. Спасибо. 65, 10, 99, 6. Достаточно ли эмансипирована русская женщина, чтобы не ожидать от мужчины, что он будет для нее всего лишь банкоматом? Может ли русская девушка не ожидать, что за нее всегда будут платить в ресторане? Андрей на линии. Добрый вечер. Я хотел бы сказать следующие слова, что не совсем правильно переводить разговор в плоскости. Мы ищем оправдание за, грубо говоря, интимные отношения с мужчиной. Многие молодые девушки сейчас, к сожалению, вы понимаете, что подарочки, баловство какое-то, они все к этому и сводят. То есть мужчина, как человек, он мало важен, то есть по всему разговору у вас нет слов таких, как обсуждение человеческих качеств, любовь душевная, какие-то масштабные качества. То есть про это забыли сейчас. Сейчас сумочка от Фурлы, айпад, айфон, это самое главное, что можно ожидать в отношениях между мужчиной и женщиной. Очень печально на самом деле. Согласен, согласен с вами, Андрей. Ну что, действительно, вот Андрей здесь формулирует суть, понимаете, это как бы идет в противорест, в противовес тому, о чем мы говорили, что продолжают сексуальные революции, что молодые люди как-то они к гендерному равноправию стремятся и так далее. Но то, что звонящие сейчас наши говорят... Мне кажется, что здесь вот в чем вопрос. На какой стадии находятся люди? То есть какой тут возраст, какой брачный статус и, значит, какой этап семейной жизни? Потому что здесь довольно многое меняется. Вот сейчас, когда я опрашивала своих очень продвинутых студентов, я совсем не уверена, что через там 15 лет, когда они уже вступят в брак, женятся, значит, родят детей, что все будет так же. И я думаю, что тогда будет ситуация несколько иной. Хотя бы потому, что, вот я говорю, я читаю эти самые, анализирую форумы семейные, и там вот представительницы женщин уже более взрослых, там 35-40 лет, которые уже в браке, которые... Они уже ищут опоры от мужчин, и для них, да, уже существенную роль играет именно то, что, как Алексей сказал, банкомат, и уже, в общем, меньшую роль играет вторая функция. Смотрите, я пытаюсь понять, что... И это уже, значит, это совершенно другое. При этом они сами не ориентируются на то, чтобы зарабатывать. Ну, в смысле, чтобы самим зарабатывать. Нет, ну, кто-то ориентируется, кто-то не ориентируется. По-разному же бывает у нас, слава богу, женщина по домам большинство не сидит, но вот то, что хотелось бы, чтобы муж зарабатывал больше, и, ну, да, это... То есть, любое, смотрите, получается так, что у женщины есть две ипостаси, да, два возраста. Первый возраст, это вот когда она выходит в сексуальную жизнь, да, это там, так сказать, студентки, там, да, 18-20 лет. 22. Да, 22. Они, так сказать, живут полной жизнью, они экспериментируют, они не ищут от мужчины содержания, они, так сказать, живут именно, чтобы радоваться и вступать в полноценные, полноправные партнерские отношения. Но, как только женщина начинает задумываться о семье, о браке, да, у нее в голове включается какой-то другой, другой механизм, и все, и начинается дарвиновский, естественный, отбор мужчин. Этот купил мне такую сумочку, этот копил такую сумочку, этот более платежеспособен, все, он прошел отбор. Но там дело не в сумочках, ой, сейчас я передам слово Алексею, тут дело не в сумочках, а в принципе, что он может позволить. Тут дело не в конкретных даже подарках, а гораздо, в общем, шире. Не, ну, это проверки, это как примерно, как банк проверяет клиента, это проверка кредитоспособности. В какой-то степени, включается рыночный счетчик. Но, мы не знаем сейчас, может быть, это новое поколение, когда оно подрастет, может быть, оно сохранит свои ценности, мы этого не знаем, оно, в общем, одно из первых. Ну, наоборот, ценности более современные, может быть, это будет более сложный организм. Ну, вот сейчас, Алексей, простите, я буквально одно предложение. Вот как это выглядит сейчас в Европе, некая вот инновация, что-то новое, что сейчас формируется, это когда люди знакомятся в клубе, у них секс, у них секс может быть таким нерегулярным течением, но они просто в том же клубе периодически встречаются. Я знаю много таких случаев, она беременеет, ну, она им говорит, вот я забеременела, то есть у них никаких отношений. При этом они вступают, они как бы несут на себе функцию родителей. Они как вот были посторонними людьми, так и остались. Они не пара, они не съезжаются, но они родители. Он принимает участие, там, и свою долю какую-то, алиментов и так далее. И я, насколько я поняла, так правда легче людям. Ну, Алексей. Без создания семьи? Да, более того, уже без участия. Я хотел бы, вот, почему участие есть. Да, к примеру, в зарубежных, сказать о том, что нам пришлось, вот, узнать, увидеть, что называется, в русской клубинке. И это, там, авангардные модели, этих межгендерных отношений, вот такие. Женщины, ну, известно, что женщины избавлялись от мужей, я говорю сейчас о семьях. Женщины избавлялись от мужей пьющих. Это довольно давно. Уже такой тренд, да. Вот она не только, там, волокет на себе, так сказать, его, во всех смыслах слова, но вот до какого-то момента, а дальше она его выгоняет. Вот в 90-е годы, годы, которые действительно для многих были кризисом и испытанием, во многих семьях женщины избавлялись от мужей, которые не могли выполнять роль кормилица. Я просто такими женщинами сам, я их интервьюировал. Ну, потому что есть идея, что мужчина должен кормить. Да. А если, а если, как, мне это говорили в таких формах, ну, он денег не приносит, а есть три раза в день хочет. Вот. Это, ну, это не выполнение, вот, мужского, мужского обязательства, мужской функции. Ну, там, что касается секса, то там тогда и секса нет. Потому что, ну, женщина такому, так сказать, отказывает. Потому что, ну, то есть, это традиционная партнерская функция, потому что ей, правда, приходится содержать еще этого пьяницу, который еще и ест при этом. Нет, не пьяница, нет. Я говорю, это не пьяница. Это интересно. Пьяница, так сказать, особая статья. Там отсутствие секса по своим причинам. Ну, да. А вот, и это, да, это, это, ну, если хотите, так сказать, форма эмансипации, такая жестокая форма эмансипации женщины. Ну, да, на уровне, скорее, скорее, на уровне, скорее на уровне выживания. Ну, ну, потому что они выгоняют эти мужчины. Нет, ну, это естественный отбор, да. А мужчина не жесток в этой ситуации, это что-то заставляет женщину работать и кормить детей? Это же, конечно же, нет. И наверняка это не происходит в первый момент, Она с двух сторон жестокая. Я сказал, жестокая ситуация. Здесь никто никого не обвиняет. В этой ситуации двое, да. Хочу, хочу напомнить, телефон наш студийный 6510996, мы примем ваши звонки, я вижу, что люди дожидаются на линии. Позвоните нам и скажите, эмансипирована ли русская девушка? Состоялась ли у нас сексуальная революция? А мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, археология 16+. Говорим сегодня о сексуальной революции, о том, является ли действительно эмансипированная русская женщина? Или она ожидает в браке, по меньшей мере, если еще не в молодом возрасте, но уже в таком околобрачном и брачном возрасте, что мужчина всегда обязан быть кормильцем, всегда обязан поддерживать семью. То есть в России по-прежнему играют традиционные гендерные роли. 6510996. Эмансипирована ли русская девушка? Вера. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас радио потешусь сделаю. Наверное, женщин выбора меньше, допустим, создать семью, и поэтому они как-то внедряются в бизнес-среду. Но в любом случае, конечно, то, что они выбирают с помощью там, желания получить подарок, это, конечно же, проверка мужчин, способность содержать, потому что, выходя замуж, рожая детей, женщина понимает, что выпадает из среды бизнеса. Это природный инстинкт сохранения заботы о семье. В общем-то, поэтому я считаю, конечно, женщине сложнее, потому что уверенность, на что содержать потом детей, когда вдруг окажется, что мужчина... Ну, понятно, да. То есть такая проверка ввиду затем-то дальнейшего разделения ролей. Ясно. Спасибо, Вера. 65, 10, 99, 6. Тимур. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мне кажется, все это объяснимо, потому что, мне кажется, что мы забываем про биологию, обсуждая эту тему. Дело в том, что деньги и способность к покупкам в современном мире это производные успеха. И в этом смысле это архетипическая реакция женщины, как в древнем мире, в период переработанного общинного строя, когда женщина выбирала наиболее сильного и успешного мужчину, для того, чтобы он смог дать здоровое и активное потомство. Так и сейчас. Также женщина, по сути дела, использует производные современного мира. Не древнего мира, когда мужчина побеждал в борьбе, оставался живой, еще что-то, а вот современного мира. производные успеха современного мира, это способность оплачивать и содержать. В этом смысле, вот этот выбор, это не просто показатель эмансипации, это древняя архетипическая, поведенческая реакция, которая трансформировалась в этих условиях. Это первый момент. Это как раз говорит, что эмансипация не произошла, если, так сказать, древняя биология полезла. Да, это главный момент. Второй момент. Что касается эмансипации. Суть порождаемости эмансипация все-таки произошла, потому что в неэмансипированных сообществах, где женщина играет свою главную биологическую роль потомства, а не примирает чужую роль. Все-таки эмансипированные женщины, они пытаются играть в чужую роль, мужскую роль. И это отражается всегда на рождаемости. Если мы посмотрим с вами, значит, на европейские страны, да, где эмансипация очень высокая, то там рождаемость населения местного падает. Популяционные насосы, они ставят крест на будущем как бы этих сообществ. Я хочу статистику увидеть. Сейчас оно активно домещается традиционными, значит, сообществами, мусульманским сообществам, значит, потомками иммигрантов, которые... Понятно, Тимур, я понял, вас спасибо, вы очень много хороших вещей сказали. Вот здесь, кстати, да, Арина говорит, что действительно, давайте посмотрим статистику. Мы все так... Она известна отлично. Статистика известна, что ни в одной европейской стране уровень рождаемости не обеспечивает даже простое воспроизводство населения. У нас, мы в этом отношении не лучше. Мы не так эмансипированы, как европейцы. Да, а уровень рождаемости так. Понимаете, вот то, что вот сейчас Тимур рассказал, да, все так, деньги символ успеха, женщина смотрит, так сказать, на вот эти вот маркеры успеха, то, насколько мужчина, так сказать, в какую машину он ее посадил, в какой ресторан повез, какую ему программу на вечер предложил. Ну, понимаете, вот посмотреть на ту же самую Европу, там, Финляндия, особенно Северная Европа, там, Голландия, на тех же велосипедах едут красивые, высокие, статные девушки, да, и они смотрят на тебя, они абсолютно не заинтересованы в твоих деньгах. Вот в Финляндии я прожил, я прожил почти-почти-почти пять лет, и вот все фактические отношения, которые я в Финляндии вступал, причем девушки были очень часто совершенно очевидно заинтересованы в продолжении каких-то брачных отношений. Я ни разу не видел вот такого вот материального интереса. Понимаете, на Скандинавии... Мне кажется, да, это сугубо, да, Тимур вот то, что озвучил, это сугубо российская модель. Тимур много, если честно, что озвучил, и просто я не понимаю, какой отсыл какой-то там биологии из пещерного строя, когда еще позавчера была такая логика поведения, что женщина пошла замуж и там сидит, да. Ну ладно, значит, Скандинавия это самая прогрессивная в смысле феминистма странный, да. Все по-разному, например, в Дании там большое преимущество количественных женщин над мужчинами, и поэтому девушки, они чувствуют себя намного более расслаблено, не только из-за феминизма, а еще из-за этого, да. И действительно, там даже не нужно что-то вот собой такое вытворять, то есть, может быть, кто-то и делает целиконовую грудь, но это настолько неочевидно, когда ты видишь толпы людей. В Финляндии немножко по-другому. Там, кстати, есть склонность к более традиционной семье, женщины раньше рожают, они действительно хотят выйти замуж, при этом они на 100% в каждой клетке организма уверены, что все их права, все их права соблюдены. В Швеции немножко более радикальный феминизм, вот все эти суды, ну там по поводу Пикиликса, я забыла, как его зовут, да. Это, в принципе, да, это классическая ситуация, там те же девицы подавали в суд, например, на студентов, которые с Ассанжем в этой связке судебной, потому что им показалось, что он как-то из Сирии как-то уничижительно смотрел, там, оскорбляя их достоинства. Подал пальто, да, да. Нет, даже не пальто, там совсем какой-то был бред, но пока сейчас это все проходит, да, конечно, там, ну ура. Но при этом все-таки, вот я согласен, модели поведения, ну, знаете, в тех же скандинавских странах, скажем, в баре совершенно нормально, что девушка может подойти к тебе, да, и сказать, ты знаешь, ты мне понравился, ну, то есть пойдем, у нас сегодня будет секс. Это совершенно нормальная модель поведения, которая в России практически невозможна сейчас. Ну, есть и такое, встречаются, конечно, но вот в этом отношении мы, живя на одном континенте, пройдя, в общем-то, примерно одни и те же десятилетия эмансипации, мы все-таки находимся в совершенно разных, ну, мы не Иран в этом отношении, да, но мы, хотя Иран тоже, да, был в свое время эмансипирован, но мы, вот скажем, в той же Финляндии или Дании находимся в совершенно разных позициях. В разных. Кстати говоря, если говорить об эмансипации, то Тимур, да, у нас говорил, он совершенно четкую сформулировал мысль, очень важную, которая показывает, которая в общем-общепринята почти в нашей стране, о том, что главное дело женщины это, значит, рожать и воспитывать детей. Ну, все, значит, это биологически заложено, дальше проблему эмансипации можно ни о чем не говорить. Да, можно ни о чем не говорить. То же самое, что государство сейчас у нас пошло, это репродуктивная политика государства. Да, Алексей. Я бы хотел возразить ему, что снижение рождаемости никак не связано с эмансипацией. Женщина может быть совершенно не эмансипирована, но может быть установка на однодетную семью, и вот уже нет даже простого воспроизводства. Ну, это ведь... Нет, и опять-таки здесь может быть хорошее, сильное социальное государство. В той же Финляндии эмансипированные женщины, но там такие бенефиты, там такие выплаты, что там могут себе в Швеции позволить по два, по три ребенка, потому что женщина не будет зависеть от мужчины. Если ты развелась, и у тебя дети, женщина, ну, это нужно специально, что-то, чтобы она вышла замуж, потому что она настолько без мужа социально защищена, там работает она или нет. У нее такие льготы. А многие не заключают браки за это вообще. Многие живут вместе, но не заключают браки. Да. Давайте еще возьмем один звонок. Есть, извините, нефтяные страны, где об эмансипации в этом смысле говорить не приходится, но там социальных выплат полно и гарантированы очень многие вещи, которые не гарантированы нашим обществом. Так что это не... Ну да, они не связаны. Не обязательно. Нет, они могут быть связаны. Нет, это же не связаны не с эмансипацией, а с гендерным равноправием на законодательном уровне, где в России прописано все, что женщина имеет в случае таком-то, таком-то, как мать, как мать-одиночка. Это немножко разные вещи. Да, согласен. 65, 10, 99, 6. Игорь на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Если можно коротко, у нас буквально минутка в эфире. По поводу эмансипации у России. На мой взгляд, у нас достаточно трагическая история за последние 100 лет, поэтому с эмансипацией у нас все нормально уже в середине прошлого века. То есть женщины так хлебнули в 30-е, 40-е, 50-е годы этой эмансипации, что мне кажется, они это еще на ближайшие лет в 50-е будут бояться. Понятно. Блажен, кто верует. Спасибо, спасибо. И последний звонок. Хороший напоминание. Да. Иван, слушаем вас. Очень коротко. Да. Алло, здрасте. Да. Я хотел сказать, что у нас тоже огромное количество женщин, которые, в принципе, не заглядывают в мужской кошелек, но есть один персонаж, который всегда очень сильно влияет на женщину. Это ее мама. И, как правило, она, даже будучи сначала мамой, а потом становясь тещей, все равно очень сильно влияет вот в этом плане на то, чтобы женщина все-таки заглянула в кошелек. Да. Спасибо. Спасибо, Иван. Хорошее напоминание. У женщины есть мамы. Есть теща. Есть теща. Ну, что ж. Что ж, я считаю, мы такой хороший раунд дискуссии провели. Очень много мнений у наших слушателей. Ну, в общем, что я понимаю, что эмансипация, конечно, у нас не завершена, не закончилась, невзирая на тот весь огромный и в том числе трагический опыт по эмансипации женщин, который был в российской истории. Все-таки мы в этом отношении очень далеко отстаем от Запада, от Европы. Ну, что ж. Благодарю вас за участие в этом эфире. Я журналист Арина Холина, руководитель отдела социально-культурных исследований Левада Центра Алексей Левинсон, доцент Высшей школы экономики Любовь Барусяк. Хочу еще благодарить нашего продюсера Юлию Никулова, для которой это последний эфир. К сожалению, наша программа с ней расстается. Спасибо большое, Юля, за все три месяца, что мы здесь работали. Ну, и вас всех, наши дорогие слушатели, кто нам звонил в эфир. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Спасибо.